Можно ли делать добро и зло человеку без разрешения? Этот вопрос обсуждался в нашей группе по симуляции, и поэтому я выражу на видео только свое мнение. Итак, давайте его разделим на две части. Делать людям добро без разрешения и делать людям зло без разрешения. И начнем с конца. Делать людям зло без разрешения. Вообще, какая разница, спросите вы у них разрешение или не спросите? Но делая зло, здесь ключевое суть игры, это делать зло. И делая зло, вы плюете в свой колодец, потому что это ваше зеркало, и вы плюете и загрязняете свое собственное зеркало. И в какой-то момент оно просто тухнет, в нем не остается света. И ваш инкарнационный цикл заканчивается. Этим заканчивают практически все великие маги, которые колдуют и делают чернуху. Если вы делаете добро без разрешения, это не факт, что это добро для другого человека. Например, вы вводите какие-то жесткие лекарства, еще что-то другому человеку, вы осознаете, что это добро, это спасает. А у человека это лекарство может вызвать интоксикацию и быструю смерть. И вроде вы делали добро, и угрызений совести нету, но добро это было или зло, вы опять-таки взаимодействовали со своим колодцем, со своим колодцем, со своим зеркалом, да? Плевали вы в колодец, из которого пригодится воды напиться, или не плевали? Это уже у вас внутри остается осадком, который потом дальше перейдет в инкарнационные истории, в следующие истории, которые вы будете играть. Но сегодня в этом ролике я хочу поговорить не о добре и зле, а именно сконцентрировать внимание на том, можно ли людям помогать и что-то делать без разрешения. И на эту тему есть очень много ограничений. Экстрасенсы говорят, нет, надо спросить, если человек дал тебе добро, тогда ты делай. И что получается на выходе? Человек может быть болен. Вы не спросили разрешение, и потом оправдываете. Я не спросила разрешение, и поэтому я не помогал. Это ложь самому себе. В психике работает один закон. Закон парадокса. И согласно этому закону, там можно либо выиграть-выиграть, либо проиграть-проиграть. И если вы что-то делаете, заранее осознавая, что человек при этом проигрывает, то проиграете и вы. Сто процентов проиграете. По-другому не бывает. Не бывает. Если вы делаете что-то, когда вы уверены и чувствуете, внутри, не от ума, чувствуете, человек выиграет, вы действительно искренне, открыты, и вы делаете для человека определенные действия, которые помогают человеку действительно выйти из болезни, из ситуации и так далее. То работает закон «выиграл», «выиграл». И никакое разрешение здесь не надо. Это обман, обман экстрасенсов. Все, что касается разрешения, я говорю сейчас жестко и говорю те вещи, которые противоречат экстрасенсорному религиозному восприятию. Но это факт, господа. Закон парадокса работает именно так. Потому что есть только вы и есть ваше зеркало. Если вы в него плюете, если его игнорируете, если вы оправдываете свое бездействие тем, что ваше зеркало вам не сказало «да», то ваше зеркало остается грязным. Ваша задача – максимально его почистить, сделать его открытым, искренним, чтобы в нем было больше света. И если вы исходите из этого, то вы тогда можете помогать спокойно человеку. Что происходит и зачем вообще люди придумали вот этот вот развод, что не помогая без согласия? Человек этим разводом оправдывает свое бездействие. Человек таким образом говорит «да, я крут, я могу помочь, но он же мне не дал согласия» и накачивает свое эго. Свою пустышку, воздушный шарик раздувается. Человек таким образом привлекает к себе ресурс внимания окружающих и на понтах становится значимее. Но при этом он не совершает действий. Что выходит дальше? Мыльный пузырь лопается. И когда он лопается, у человека идет опустошение. Я человеку сегодня ответила. По обмену сейчас прочитаю саму цепочку. Ролик, вообще вот этот ролик про ответственность. Ведь для того, чтобы совершить действие, надо взять ответственность на себя за действие. И ответственность за то, что вы сделаете человеку. И цепочка будет выглядеть так. Взятие на себя ответственности. Если человек ее не берет, идет нереализованность, несовершение действий. Потом она подменяется на понты, чтобы уговорить себя, что достойный крут и получить внимание как ресурс. Потом идет ложь себе. За ложью себе идет страх самонаказания. И страх за эту ложь. Страх порождает само самонаказание, которое оправдывается. Оправдывается, типа откат прилетел за то, что делал без разрешения. И опять без действия. И вот смотрите, у этой цепочки есть последняя точка. Это точка кладбища. Если вы не двигаетесь, у вас есть остановка в развитии, у вас симуляция предложит либо вверх, либо вниз. Другого она не предложит вообще никак. Не предложит, господа, никак не предложит. И вы либо скатываетесь в своем бездействии и в своих понтах, и лопаетесь, как мыльный пузырь, и уходите в деградацию, либо у вас включается мозг, включается открытость, и вы говорите, я беру на себя ответственность, я совершаю действия, я реализуюсь. Внимание тогда приходит само собой ко мне. Я тогда не лгу. У меня тогда нет необходимости себя наказывать за свою же собственную ложь. Механизм самонаказания не включается и, соответственно, никаких откатов за то, что вы помогали людям и так далее, не наступает. Вместо этого приходит благодарность за совершенное действие. И теперь смотрите, каким образом рубится человек. Вместо того, чтобы помочь другому человеку быть друг другу, братом, помощником, нести счастье, нести свет в дом, он останавливается и подменяет это самонаказанием, вместо того, чтобы получить искреннюю, открытую благодарность от человека. И таким образом, что вы отразили? Вы отразили понты и бездействия. Вы получили в ответ. Лопнули, деградировали, заболели и так далее. Кладбище в ответ, господа. Если вы отражаете свет, отражаете искренность, вы в ответ получите искреннюю благодарность. Это работает именно так. Вы можете придумывать кучу религиозных или экстрасенсорных концепций. Вы можете раздуваться, и ваше эго может раздуваться, как мыльный пузырь, но всё равно оно лопнет. Потому что свет, когда он пробивается изнутри человека, он открывает человека, он его делает искренним. И из искренности у человека появляется внутренний ресурс на то, чтобы творить. Он появляется не из чата, не из того, что тебе напишут, ты хороший мальчик или хорошая девочка. Он появляется у вас изнутри. Другого места, старта, ресурса нету. Потому что кроме вас никого нету. И только вы отражаете зеркале реальности и берёте ответственность за свою жизнь на себя. И очень приятно, когда вот эти солнечные зайчики от вас соображают, что они делают этот ролик для вас, господа, и для меня.